Как вы видите, у меня сейчас есть уже весомая стопка приглашений. Это порядка 30 приглашений, которые мы получили. Получается физические приглашения мы получили порядка полтора месяца ждали, потому что это ожидается доставка еще, а электронные мы получили за месяц. Как видите, это уже намного большее число документов, которые мы смогли получить. Я скоро буду их отправлять в Россию, а после этого с России будет отправляться по вашим странам. Так что, ребята, не бойтесь, потому что сейчас уже он начал выдавать в таком же количестве и в таком же порядке времени, понимаете, как раньше. Полтора месяца это максимум ожидания документов. Друзья, вот так вот выглядят наши документы. Получается, сверху пишется номер, который вы можете сами проверить в онлайн-сервисах. Здесь название компании, а здесь уже персональные данные. Мы их показывать не будем, так как это все-таки индивидуально. Дальше пишется число и дата, до какого числа это будет работать, ваше приглашение. Сзади, как вы видите, здесь печать. Обязательно должна быть такая красная печать, которая показывает легальность вашего документа. И кроме этого, здесь написано, получается, легальные устои, которые действуют в Польше. То есть работодатель обязан взять вас на работу по вашему приезду. А если он не возьмет вас, то получает большой штраф или же даже до судебного разбирательства доходит. Есть два вида приглашений. Это электронный и есть физический. В чем их отличие? Так, давайте рассмотрим. Это тот же документ, только без печати. Здесь написано, что печать сделана в электронной форме. То есть это тоже самая печать, только сделана в электронной форме. В чем их плюс и в чем их различие? Давайте рассмотрим. Плюс электронного документа это в том, что вы получаете их сразу же. Вы не ждете доставки. Мы вам отправляем их по имейлу. Друзья, не бойтесь подаваться нашим менеджерам. Они вам помогут и подскажут, какие документы вам нужно собрать. Поэтому делайте первый шаг к своей мечте. И, возможно, через месяц окажутся ваши документы в моей руке. А я поехал на почту. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok